Первопрельская шутка или правомерное решение, новое положение об изменении порядка родительской платы за содержание ребенка в детских садах Владикавказа вступила в силу с 1 апреля. Теперь за дни, когда ребенок отсутствовал, родителям придется платить. Исключение составит лишь в случае госпитализации. Разработчики положения и руководители дошкольных учреждений уверяют, принятые меры помогут наладить посещаемость, более эффективно использовать бюджетные средства, а заодно сократить очереди в детские сады. Раньше, если родитель пишет заявление на отсутствие по семейным обстоятельствам, то вы прави его отпустить на месяц, на два, на три. Но согласитесь, зима, есть неработающие родители, которым просто-напросто лень по утрам вставать. Почему администрация города должна рассчитывать на содержание такого ребенка, вернее, ребенка таких родителей? И вот здесь уже такие родители задумываются. Или действительно водить ребенка в детский сад, или же искать какие-то другие пути. Они задают один вопрос. Ведь мой ребенок не кушает, но родительская плата состоит не только из питания. Вся инфраструктура детского сада продолжает работать. Вот в чем вопрос. Я убеждена, вот с введением этого положения, основная цель – это развитие дошкольного образования. В феврале и марте текущего года во всех бюджетных детских садах города должны были провести родительские собрания, чтобы сообщить о возможных изменениях и узнать мнение родителей. Как объяснила заведующая 98-го сада, на собрание пришли самые дисциплинированные мамы и папы и к решению отнеслись нормально. Возмущали же в основном те, которые склонны оставлять детей дома без причины. Чтобы узнать мнение самих родителей, мы провели небольшой опрос. С 1 апреля вступает в силу положения, в изменение порядка оплаты. Знаете ли вы об этом, как вы сейчас относитесь к этому больше положительных, достаточно? Знаю, да, слышала. Отношусь, даже не знаю, что сказать. Наверное, положительные. Которые меньше обеспечены, может, у них, да, будет бить по карману. А так, в смесении, такая же большая оплата – 990 рублей в месяц. Я считаю, что, ну, как бы, если ребенок болеет, то участковый врач его лечит и дает ему справку. Он не хочет в детский сад, да? Зачем эти дни оплачивать? Когда вы вообще узнали, что упрачиваете? Вот сегодня вот час только что. Мы долго не ходили, мы почти всю зиму, мой ребенок в детский сад не ходил, потому что он у меня болел. Сегодня переведение его привело, и вот мне сказали. Я слышал, что будут какие-то изменения, но более подробно, наверное, супруга знает. Ну, как вы считаете, это положительная мера или все-таки отрицательная? Я думаю, что отрицательная. Но если ребенок болеет, все равно не посещает садик, и есть справка, то я думаю, что можно было бы за это время болеть и не оплачивать ребенка. В какую группу ребенок болеет? В ясеньке или в среднюю? Нет, в среднюю. Часто болеет? Нет, не бы сказал, не часто болеет. Здесь нормальные условия в садике, и проблем с этим нет у нас. Не очень устраивает, но если ввели, что делать, придется платить. Об этом положении знали что-нибудь? Не знали. Первый раз от вас слышали. А вот вы сейчас и знали, как относитесь к этому? Положительно, отрицательно? Наверное, не у всех есть этот. Возможно, чтобы полную платили. Болели, не болели, ходили, не ходили. Сейчас большинство у молодежи нет и работы, зарплаты нету постоянно. Мы знаем об этом положении, нас поставили в известность наши воспитатели. Отношусь против. Если, допустим, ребенок болеет в течение какого-то периода, мы не посещаем детский сад. И мы обычно приносили справку о состоянии здоровья и высчитывались эти дни. А если мы не посещали, то почему мы должны платить? А какие-то родительские собрания, чтобы мнение спрашивали у родителей, такое было? Нет. Мы об этом уже узнали, да, но, конечно, нас этот вариант не устраивает. Это как бы неправильно, я считаю. Ну, так не должно быть. Меня это не устраивает. Медики поясняют, при поступлении в детский сад ребенку требуется определенное время на адаптацию. В этот период дети действительно часто болеют. Когда уже оформляются в детский сад, конечно, дети начинают чаще болеть. Ну, в год где-то ориентировочно, около 6-8 раз. За помощью в основном обращаются дети 2-3-4 леток. Старше года уже реже намного. И из них процентов, наверное, 70-75 именно дети, которые посещают организованные учреждения. Адаптация проходит индивидуально. От полутора месяцев и даже иногда бывает до одного года. Это привыкает организм. В настоящее время себестоимость пребывания ребенка в государственном детском саду составляет 6700 рублей. Сейчас родители оплачивают лишь 20% от этой суммы. Стоит отметить, что уже с 1 сентября введут новый закон об образовании. И с этого момента привязанности родительской оплаты к 20% уже не будет. А значит, размер платы смогут устанавливать произвольно. Справка из поликлиники о болезни теперь только для врача. Родительскую плату придется вносить полностью. О новом положении мы решили спросить у начальника управления образования администрации Владикавказа Алексея Отменова. Алексей Борисович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о новом положении, для чего было принято и в чем плюсы. К сожалению, на сегодняшний день, несмотря на то, что муниципальная очередь достигает 5700 детей, у нас существует разница в списочном и фактическом составе. То есть можно говорить, что до 35% детей на сегодняшний день не посещают детские сады без особых причин. Чаще всего представляются справки, которые вызывают определенные сомнения. Поэтому в связи с тем, что очередь в детские сады у нас довольно-таки велика, и есть необходимость обеспечивать детей местами в дошкольных учреждениях, к сожалению, складывается ситуация, что многие дети числятся в детских садах, но, к сожалению, не посещают. В связи с этим было принято решение о стопроцентной оплате для детей, которые без причины, так сказать, не посещают детские сады. На сегодняшний день сумма оплаты за пребывание детей в муниципальных детских садах составляет всего лишь 990 рублей. Если мы проведем сравнительный анализ с рядом находящимися нашими регионами соседями, да и вообще по всей России, то минимальная стоимость составляет порядка 1300 рублей. По сути, мы имеем полное право поднять сейчас нашу родительскую оплату как минимум до 1300 рублей. Но мы этого сознательно не делаем, мы просто хотим навести порядок в плане дисциплинированности посещения и призвать наших родителей к тому, чтобы они более ответственно относились к тому, что их дети имеют места в детских садах, но, к сожалению, не посещают детские сады. В связи с чем меры такие должны были вообще быть приняты? Либо повышение самого взноса, либо вот таким путем, стопроцентная процедура? На сегодняшний день увеличилась стоимость пребывания ребенка в детском саду. В связи с этим необходимо создание определенных условий, условий развивающих. Это приобретение тех же игрушек, приобретение мебели, приобретение мягкого инвентаря, различные коммунальные услуги. Вы знаете, что коммунальные услуги у нас существенно повышены. Воспитателям подняли совсем недавно зарплату. Да. Этот факт никак не повлиял на то, что стали изыскивать вот эти суммы, может быть, из оплат родительских? Я бы напрямую не связывал повышение заработной оплаты работникам дошкольных учреждений и увеличение оплаты пребывания детей в дошкольных учреждениях. Повышение заработной оплаты происходило исключительно на основе муниципального бюджета из тех внутренних ресурсов, которые существуют. А здесь в основном большая проблема – это проблема повышения коммунальных платежей. Скажите, собрание устраивали действительно для того, чтобы узнать и учесть мнение родителей или для того, чтобы поставить в известность? Мы заведующих собирали еще две недели назад. Первая самая главная позиция была – это обсуждение с родителями. Причем вот очень доходчиво, в смысле, они под запись записывали цифры необходимые, какие статьи расходов, какое количество детей и все остальное. То есть это мы настолько плотно разжевывали, это была самая главная позиция. Ни в коем случае у нас не должна была быть такая ситуация, что вы сегодня пришли, а вам говорят, а вы будете платить по-любому. Как это подать, как это аргументировать? Это очень принципиальный вопрос. Существовала ли вероятность, что положение не приняли бы, если родители были против? Если бы родители были бы против, если бы мы, принимая какое-то решение, широко не обсуждали данную проблему, мы бы не вводили ту или иную новую практику. То есть это, можно сказать, из-за широкого обсуждения и согласия родителей пришли к этой мере. Если бы не было принято общего решения о введении нового порядка, то, о чем мы с вами говорим, тогда мы просто были вынуждены бы поднять стоимость оплаты пребывания детей в детском саду. Скажите прямо, это положение никак не повлияет на ту половину родителей, которая исправно вводит детей в детский сад? Не закончится ли тем, что родители станут вводить больных детей? Я думаю, что они просто будут более взыскательнее спрашивать с детского сада, если ребенок заболевает там, более погруженно будут, так сказать, контролировать ситуацию общения с больным ребенком, у себя дома создавать больше и лучше условия для того, чтобы он не заболел и все остальное. Дети в Яслях часто болеют, это факт. Учитывались ли подобные моменты при принятии положения? Как правило, любой ребенок, приходящий в детский сад, проходит период адаптации. То есть это пребывание не в течение дня, а так называемой группы кратковременного пребывания. В данном случае для этой категории, для группы кратковременного пребывания, в течение адаптационного периода оплата не производится родителями. То есть в течение какого периода это обычно? Это все индивидуально, в зависимости от конкретного ребенка. То есть в течение года можно что-нибудь? Ну я думаю, в течение года адаптационный период навряд ли. Как правило, он длится, скажем, от нескольких дней до недели, двух недель, не более. Если положение приняли, значит, большинство родителей согласны. Есть какая-нибудь статистика, сколько родителей были согласны, сколько нет? Прежде чем вводить новый порядок, состоялось, прежде всего, широкое общественное обсуждение. Во всех детских садах прошли родительские собрания. Была объяснена причина того, что есть необходимость ввести этот новый порядок. Поэтому после обсуждения, после того, как родители высказали свое мнение, было принято решение о введении этого нового порядка. Ну то есть собрания действительно проводились в детских садах? Каждый заведующий провел родительские собрания в своих учреждениях, по группам, общие собрания. И на сегодняшний день, по нашей информации, до 85% родителей поддержали нашу инициативу и посчитали, что это необходимо сделать. Подобная практика уже применялась в других регионах. Можете привести удачные примеры? Собственно говоря, если так говорить откровенно, вот программа «Утро. Россия. Россия-1». Я просто сюжет посмотрел вот по Алтаю, и там это показывалось как достижение. Что вот в связи с тем, что ввели стопроцентную оплату, масса эффектов. В плане того, поступаемость лучше, эффективность распределения бюджетных средств лучше. Родители, заведующие и воспитатели стали более контролируемы. Вот здоровьезберегающие технологии выходят на первое место. И, казалось бы, всего лишь введено одно новшество, стопроцентная оплата. Я пришел, допустим, в управление образованием, пообщался со своими коллегами. Говорю, сюжет смотрели, смотрели. Давайте, что нам мешает, в принципе, положительно решить этот проблему. Нет, безусловно, положительные стороны, они есть. Об этом никто не говорит. Сейчас идет речь о том, чтобы, может быть, не во вред тем родителям, которые действительно дисциплинированно своих детей водят. Таких, я уверена, немало. Наверное, их большая половина. Поверьте, я с родителями общаюсь. Каждый вторник бывает у нас приемный день, когда приходят родители, даже направление им выписываешь, вот очередники. И они приходят в направление, выписанное детство, в течение 30 дней. Вот проходит два месяца, они приходят, говорят, вы не могли бы нам обновить направление. А почему? Вы же так активно стремились в детский сад. У нас какие-то были обстоятельства, мы уезжали, там еще какие-то проблемы и все остальное. Практически у нас дети не посещают очень в большом количестве во время каникулярном. То есть старшие дети уходят на каникулы, понятно. Дальше. В течение всех праздников, которые существуют, хотя бы 2-3 дня, с учетом благосостояния многих родителей, которые выезжают там куда-то за границу и все остальное, практически из 100% того календарного года, который ребенок должен ходить, ну 30, еще раз говорю, это четко зафиксировано, 30% непосещения по количеству дней, 30% непосещения вообще. В этом направлении мы не являемся первыми. Это общая практика многих российских регионов, и эта практика показала перспективность данного подхода. Существенно повысилась посещаемость детских садов, более эффективно возникла возможность распределять поступаемые деньги, и во многом те проблемы, о которых я вам говорил раньше, они все решаются. Спасибо за интервью. Это была программа «Скажите прямо». Увидимся через неделю.